Костик в Покровских воротах, дядя Митя в фильме «Утомлённый солнцем», Эраст Фондорин в картине «Статский советник» и многие другие. У народного артиста России Олега Меньшикова нет проходных ролей. Обаяние и энергии актёра на экране вызывают у зрителя ощущение, что Меньшикову всё даётся легко. Он – баловень судьбы. Но на самом деле, после неоспоримого успеха в картине «Покровские ворота», актёру от роли к роли пришлось доказывать и себе, и зрителю, что он способен на большее. Ну, Олег победительный человек. Олег победительный, он не проигрывает. Кстати, может быть, это его и слабость. Он вдохновляет благородство, искренность, честность. И, конечно же, дамы и господа, разрешите приветствовать вас на нашем корабле в этом чудо-плавучем городе, который во всём, в точности, смею вас заверить, в точности во всём походит на «Титаник». Будущая звезда отечественного кинематографа Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в семье интеллигентов. Отец – военный инженер, мать – врач-невропатолог. Когда мальчику исполнилось 5 лет, родители определили его в музыкальную школу. Тогда они даже не предполагали, к чему приведёт их сына нотная грамота. Когда они поняли, что я в результате решил идти туда, куда я пошёл, они пришли в ужас. В особенности мама. Потому что мало того, что я решил пойти в артисты, я решил пойти в артисты опереты, что для неё было вообще просто катастрофой. Ну ладно, ещё хотя бы там драматически, но артисты опереты. И на корме слегка поддавшие отцы всю ночь кричат «А, дать концы! А-а-а-а!» Практически в последний момент перед поступлением в институт Меньшиков всё же сделал выбор в пользу драматического искусства. И не прогадал. Конкурс в театральное училище имени Щепкина он прошёл без труда. Более того, на первом же курсе Меньшикова пригласили сниматься несколько режиссёров. Роль Костиков в картине Михаила Казакова «Покровские ворота» прославила студента на весь Советский Союз. Догнать Савранского – это утопия. Первая премьера «Покровские ворота» мы смотрели у Олега на кухне. Олег был такой, какой он был в этом фильме, просто он органично... Об этом не может быть речи. ...из 80-х оказался на 20-летие раньше Казакова. Энергичный, остроумный и необыкновенно музыкальный Олег Меньшиков любил удивлять. Его театральные этюды и номера в «Капустниках» всегда были неожиданными и оригинальными. Олег со своими... с двумя своими сокурсниками сделал замечательный номер. Когда два фортепиана, они лихо могли, как жонглёры, работая с инструментом, могли из-под рояля, на рояле, переворачиваясь, перепрыгивая. И при этом ещё какие-то танцы немножко выглядело так в стенах, особенно строгого академического малого театра, жестковато, скажем так. Посмотреть дипломный спектакль курса Олега Меньшикова собралась вся театральная Москва. Когда я смотрел дипломный спектакль «Без вины виноватые», то в конце, уже после поклонов, ну сначала традиционные поклоны, все поклонницы, и вдруг кан-кан. Все выбегают и под музыку кан-кана делают соответствующие движения. Я явно понимал, что это... не могли такое педагоги придумать. Я спросил у кого-то из однокурсников, откуда вдруг взялся кан-кан. А они сказали, да вот это Меньшиков предложил. Среди зрителей дипломного спектакля оказался директор малого театра Михаил Царёв. После просмотра он решил лично побеседовать с автором оригинального финала. На следующий день меня вызывает в кабинет и говорит, хочу еще работать в малом театре. Я обалдел совершенно, потому что, ну, совершенно неожиданный вопрос. Хотя я понимал, что если он вызывает, что он вызывает, потому что чай сам и попить. И я так, так, ну что ты там пробормотал. Он говорит, у вас есть какие-то предложения еще? Я говорю, ну есть там вот туда-сюда, туда. Он говорит, ну зачем вам это надо? Малый театр, все стабильно, все прекрасно. Зачем вам куда-то идти? Несмотря на то, что к моменту поступления в театр Меньшиков сыграл уже три значительные роли в кино, на сцене ему пришлось начинать с эпизодической. Доброе говорите. Я очень хорошо помню эту работу и Леониду Фимовича, и надпись Леониду Фимовичу у меня на программке, тогда была такая традиция, на программке писали пожелания в день премьеры. Он написал, дорогой Олег, кажется, Царёв начинал тоже с роли гонца в Лире, так что вперед. Такая похвала от режиссёра Леонида Хейфица сулила великолепные перспективы Меньшикова в Малом театре. Но актёра призвали в армию. Повторяю вопрос. Художники есть? Есть! Выйдите из строя! Матрос Межеров! Что, настоящий художник, что ли? Так точно. Окончил Суриковский институт, живописный факультет. Очень хорошо. Стой, строй! Есть! От солдатских будней Меньшикова спас директор театра Советской армии Юрий Ерёмин. Он обратил внимание на Олега во время одного из выступлений в театральном училище и позвал служить к себе. Правда, особого положения у Меньшикова не было. Мы работали монтировщиками, мы ставили спектакли чернорабочими. Ну, всё, что делают в других театрах машинисты, сцены, в массовках играли во всех. Ну, такая сила, сила, такая рабочая сила на всё. В массовке Меньшикову долго скучать не пришлось. Вскоре он был плотно занят в репертуаре театра. Совместно мы были заняты в спектакле «Идиот». Вот, он играл Ганечку. По-моему, очень хорошая работа, очень убедительно. Когда Олег даже вводился уже в готовые спектакли, ну, скажем, в лес, то, в общем, большое количество артистов ходило посмотреть, как это будет. Под конец службы Меньшиков получает главную роль в спектакле «Часы без стрелок». Но вдруг, неожиданно для всех, решает уйти из театра. Директор отказывался принимать заявление об уходе. Но Олег был непреклонен. Его позвал сам Валерий Фокин. В то время многие актёры мечтали с ним работать. Да я из Советской Армии-то ушёл, потому что там, конечно, был повод мощнейший, Валерий Владимирович, безусловно. Но я уже начинал понимать, что, вы знаете, когда долго сидишь на одном месте, теряются критерии. Ты уже не понимаешь, что ты вообще из себя представляешь. Потому что, ну, вокруг одни и те же люди. Ты каждый день играешь один и тот же репертуар. Несмотря на весь предыдущий опыт работы в Театре Советской Армии, в Ермоловском Меньшикову пришлось вновь начать с эпизодической роли. Я и Олег влетели в спектакль «Говори». Спектакль получил очень хорошую оценку. Но вообще я очень любил Олега в спектакле «Спортивные сцены 1981 года». Это по Родзинскому. У Олега Меньшикова по поводу этой роли было совершенно противоположное мнение. Мне не нравилась эта роль. Пьеса, у всех хорошая роль. Может, мне так казалось, а мне не нравилась. Ну, вот такой хлюпик, какая-то тряпка. Ну, вроде как, не то, что мне это не подходило, как я считал. А мне вот не зацепиться было ни за что. Мне, в общем, было как-то совсем неинтересно это играть. Я все ждал момента, как слинять побыстрее отсюда. Но меня очень удерживала компания, потому что Доронина, Павлов, Догилева. Позже Валерий Фокин предложил Меньшикову главную роль – Робеспьера в постановке пьесы «Второй год свободы». Этот спектакль успеха не имел и быстро выбыл из репертуара театра. Но не это стало камнем преткновения в отношениях режиссера и артиста. Я очень хотела, чтобы Валерий Фокин поставил приглашение на казнь. Роман Набокова. И четыре драматурга, которым я не буду называть сейчас их имена, каждый раз получалась неудача. И тогда Олег так сидит, улыбается и говорит, да давай я тебе сделаю сценировку. То есть редко кто тогда вот так знал Набокова, как Олег. И вот приезжает Фокин из отпуска, я вся трясущаяся, несу ему первый акт. На следующий день приходит и говорит, да, интересно, кто написал? Я говорю, Меньшиков. Олег Меньшиков рассчитывал на роль в этом спектакле, но так в нем и не сыграл. Я не уходил из театра Ермолова. Я уходил, потому что мое творческое нутро, мне говорил, что если ты не уйдешь, значит, через пять лет ты сдохнешь, ты никому не будешь нужен, как артист. Я сегодня вдруг ясно понял. Вот пройдет так еще пять, десять. Я не знаю, сколько лет. Я все. И ничего больше не будет. Ни любви, ни славы, ни самой этой жизни. Ничего. Неужели это было мне предназначено? Как мог, Меньшиков пытался сохранять спокойствие, но организм не выдержал. О том, что дело серьезное, актер понял только через несколько дней. У него открылось язвенное кровотечение. Я потом встал и думаю, что ты такой, Олег, что ты развалился, три дня лежишь. Ну, как встал, давай, пошел. И я оделся, вышел из подъезда, пошел, дошел до угла дома, и понял, что я уже никуда не пойду. Еле-еле я так шкантывал домой. И позвонили, мама позвонила. Сначала стали звонить в скорую, но наша скорая тогда, вы же понимаете. И Галя Боголюбова, моя подруга позвонила Феликсу Демичеву, тогда директору театра Станиславского, и он меня определил прямо в реанимацию. Соглашаться на любые роли, возвращаться к прошлым, оба варианта для Меньшикова были неприемлемы. Он не знал, сколько еще придется ждать настоящей, интересной работы. Но он верил в то, что она обязательно будет. А потом мне сделали такое предложение, которое, конечно, дай бог, к любому артисту получить. Я имею в виду Петр Наумч Фоменко, к Алигула. Кто, кто осмелится осудить меня в этом мире, где нет судьи и нет невинных? Кто? Кто? Невинность готовит свой триумф. Спектакль «Каллигула» имел неимоверный успех. Об этой постановке режиссера Петра Фоменко до сих пор ходят легенды. Это человек, которого я нежнейшим образом безумно люблю. Это человек, который научил меня театру. Меньшиков считает, что «Каллигула» – это его лучшая роль. Казалось, что, наконец, он нашел своего режиссера, мнению которого можно довериться безоговорочно. Сидим, репетируем, а уже завтра премьера. А финал у нас как бы мы дошли до конца, но финала-то нет. Вот в самой последней точке ее нет. Я стою, там большой круг такой белый, я стою, значит, говорю слова, я еще жив, смотрю в зал, и вижу, Петр Наумч сидит и так смотрит на меня. Сквозь усы, так сигареты у него, и он так смотрит на меня. Я открыл рот. У меня это редко бывает, то есть практически не бывает. Ну, меня взбесило. Я говорю, что вы сидите смотрите? У меня завтра на сцену уходите, у меня завтра у премьера, у нас нет финала, а вы сидите смотрите, улыбаетесь на меня. Он сидит, сидит, сидит. Потом говорит, ты что, козел, что ли? После премьеры «Каллигулы» Меньшикова стали приглашать в театры Европы. На сцене лондонского театра «Глобус» он играет вместе с актрисой Ванессой Редгрейв в спектакле «Она танцевала». Он в роли Есенина, она его Айсидора. В кино поступает предложение не менее судьбоносное. Сняться в картине режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Привет! Наконец-то, Митя, наконец-то! Ты не будешь! Познакомься, вот это мой муж Сергей. А это тот самый Митя. Друг нашего дома, любимица отца. Здравствуйте! Котов, очень приятно. Я тоже. Впрочем, мы же знакомы. Ну как же, помню. Как вы знакомы? То это было давно, мимолетно, и в прошлой жизни. Ту свободу и ту независимость творческую в очень хорошем смысле, которую дает мне, Михалков, я не знаю, кому другому, другому, на площадке, я такого не испытывал никогда. Мне безумно легко. Понимаете, у меня такое ощущение, что я не хожу. Что за меня все сделано. Я все время думаю, а что вот мне говорят, как ты хорошо сыграл в первых утомленных солнцах. А я говорю, а что я там играл? А я же ничего не играл. У меня такое ощущение, что там бревно бы сыграло. Понимаете, потому что все, ну все сделано. Это, ну вот это класс. И никого в той жизни не осталось. А вы, доказывается, все есть. И все-то у вас как прежни. Только без меня. А меня что же вытеркнули, да? Пластиком стерли. Соликом очень легко работать, потому что он вдохновляет. Невозможно лгать. То есть, если он тебе дает фразу, то ты и отвечаешь на нее лучшие своих возможностей искренне. Фильм Никита Михалкова получил премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Через три года на эту премию номинируется еще одна картина с участием Меньшикова. Фильм Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник». Роль была признана лучшей сразу на двух кинофестивалях. Ника и «Балтийская жемчужина». Мы ведь из него как бы делали не такого типичного солдафона, прапорщика. Он хотел быть актером, вот этот наш герой. И поэтому это было, так сказать, на мой взгляд, безусловное попадание. Ты хоть стрелял, не успел. Я что-то позабыл, как тебя зовут. Рядовой Жилин. Херово воюешь, рядовой Жилин. Жили в чудовищных условиях. И Олег вообще такой человек, он, так сказать, он привык. Он уже в Лондоне работал, он уже жил, так сказать. И ни слова, ни слова, ни слова, ни жалобы, ничего там. Все в повалку друг на друга спали и ели плохо. Сережа Бодров. И тот, и другой, и старший Макс, да? Потрясающая встреча, потрясающая. Было что-то такое, что я запомнил до сих пор. То есть не то, что в кадре, а то, что за кадром. Меня это вот гораздо больше интересует и занимает. Отражением атмосферы на съемочной площадке стала сцена в фильме, которую придумал Олег Меньшиков. Сцена в фильме, который придумал Олег Меньшиков. После выхода картин «Утомленный солнцем» и «Кавказский пленник» на Меньшикова посыпались предложения из Голливуда. Но он сниматься отказался. Вам дать почитать, куда меня звали? Нет, я не пойду никогда, если буду звать на такие дела. У меня единственное, более-менее... Ну и то мне все равно не понравилось. Но это хоть роль была, что он мне предлагал. Но это хоть роль. Но мне не понравился сценарий. Но он не понравился мне по каким-то там моральным делам. Зачем оно мне надо? Мне тут нормально, я что, без работы, что ли? Меньшиков читал по 60-70 российских и иностранных сценариев в год и при этом мог не сниматься вообще. Он ждал своих ролей. Каково же было удивление критиков, когда Меньшиков согласился сниматься в картине довольно молодого режиссера Александра Хвана со странным названием «Дюба-Дюба». «Дюба-Дюба» был потрясающий сценарий. Хван пришел на спектакль... Саша Хван, режиссер, пришел на спектакль «Каллигула». У него много было претендентов. Он посмотрел «Каллигула» и сказал, все, будет играть Меньшиков. Эти столяги, ты что, с ума сошел? Какой Меньшиков? Он всяких Графьев должен играть. Какого он тебе будет играть, кто в тюрьму там лезет за девушкой, за любимой? Но он был, значит, Саша, непреклонен, что нет только Меньшиков, 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 Меньшиков. Я понял, что это должен быть человек, как это сказать, с заложенной двойственностью, с то, что называют амбивалентностью, который сразу, не обязательно он хороший, но очень глубокий человек. Он может с вами сейчас выпивать, веселиться, играть на фортепиано и так далее, но стоит ему задать какой-то не тот вопрос, чуть-чуть, он мгновенно падает заслонкой и все. Возникла интересная теория на этот счет. Что же это такая за теория? Ну, теория проста, как Пауль Морозов. Ста тысяч тебе не даст никто. Хорошая теория. Правильно. Следовательно, тебе надо отобрать эти деньги у некого индивида. Согласно твоей философии, в общем, объявить войну. Верно. Герой Олега Меньшикова, в общем, обычный парень, студент в ГИКа Андрей, который ради любви приступает закон. Он узнает, что его девушка попала в тюрьму и решает устроить ей побег. Андрей, я в покое! Он был действительно режиссером экстра-класса. Мэтр! Михалков только может себе позволить. Когда я ему говорил, Саш, мы снимали сцену последнюю с Лимонкой, я говорю, ну ты понимаешь, что не получается сегодня? Ну ты понимаешь, что не получается? Ну что в другой очереди? Он сказал, нет, надо делать. Он сказал, все, отменяем, переносим. И мы снимали через месяц. Ященко. Меньшиков старался постоянно находиться в образе своего героя. Но порой это было совершенно невозможно. Во время съемок наиболее жестоких сцен у всей съемочной группы случались приступы смеха. Одна из самых веселых съемок была, это сцена, в которую ему в него втыкают нож. А потом вытаскивает из него. Съемка это была, это надо было снимать отдельно. Мне так жалко, что не было фильма о фильме в этот момент. Когда нож вытаскивается из груди, там должна течь кровь, соответственно, это трубочка, которая проведена там. И человек с грушей, который стоял, я эту кровь выпускал, чтобы настройка текла. Это уже масса веселья, пока это готовится, пока делаются дублики. Потом, простите, вот тоже такой страшный кадр, когда передаст к нему ножа, у него изо рта летит пена с кровью. Это взбитые яичные белки с вишневым соком. Но пока готовится, представьте себе, это надо набрать в рот актеру, да? Держать там, играть что-то. На момент выхода фильма «Дюба-Дюба» в результате перестройки система советского кинопроката развалилась. Картина прошла один раз и была забыта. Театры в это время тоже находились в бедственном положении. Но именно тогда у Меньшикова рождается идея антрепризы спектакля о гениальном танцоре балета в Адславе Нежинском. Ставить спектакль пробовали несколько режиссеров, но безуспешно. Приглашали даже Петра Фоменко, но и он отказался. В результате Олег Меньшиков сделал спектакль сам. Это был его дебют в новом качестве режиссера, но он не боялся неординарных решений. Он придумал необычный финал. В конце спектакля Нежинский вылетает в окно. Прогон спектакля, и вдруг Олег опять говорит «стоп» и не вылетает. А уже до этого вылетели Паш Каплевич, Саша Феклистов, Олег Кондаков, наш завхоз. Все уже туда летали. И вдруг он говорит «Все уйдите, Боголюбов, останься». Я говорю «Чего?» А он говорит «Да что ты сам придумал и боюсь». И я говорю «Ну что, у нас выхода-то нет, другого финала нет». И значит вдруг он вылетел. Когда мы выпустили спектакль, я позвонил Фоменко, сказал «Первоныч, мы вас ждем на спектакль». Он пришел, зашел за кулисы и сказал победителям ученикам, от побежденного учителя. Ему очень понравился спектакль. Первая российская антреприза увенчалась успехом и у публики. В память о совместной работе в театре художник Павел Каплевич сохранил созданный им костюм Нижинского. Такая фантазийная шуба. То ли птица, то ли рыба. Морская, не то животное. Это не то, это вообще, может быть даже и теленок. С такими пятнами, видите? И это так. Вот я сохранил это здесь. Воодушевленный успехом Нижинского, Олег Меншиков открывает свое театральное товарищество. Первым он ставит спектакль «Горе от ума». Организация собственной антрепризы давалась непросто. И денег, и времени на подготовку спектакля было в обрез. Меншиков полностью сосредоточился на проекте. Он отказывался от любых предложений сниматься в кино. Но одно ему все-таки принять пришлось. Роль в картине «Мама». Будешь ты свистеть одной. И мне кто-то говорит, а ты назови им сумму такую, что они вынуждены будут отказаться. Я думаю, отличная идея. Я им называю сумму. Полную уверенность, что они откажутся. А они говорят, хорошо, мы согласны. Мы ходили на съемках. Мама, он учил текст Чацкого. Нам было очень удобно. Работать я ему за все хрипки кидал, а он учил. 14 сентября 1998 года в результате всех усилий спектакль состоялся. Блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Боже мой. Уж я здесь опять. В Москве. У вас. А как же вас узнать? Где время, то где возраст, тот невинный. Когда бывал он вечер длинный. Мы с вами явимся, исчезнем. Тут и там играем и шумим. По стульям и столам. Ну, конечно, он романтик. И в этом смысле Чацкий тоже был у него романтик. Конечно, это было взаимоотношение с миром неромантическим. То есть вот врывается в него человек, который способен любить так, как никто, шутить так, как никто, видеть что-то такое, что другие не видят. И в этом смысле вот это и был Чацкий. Олег. Московская критика усилий театрального товарищества Олега Меньшикова не оценила. В Риге был огромный успех, а сюда приехали. Здесь такой провал был тяжелейший. Ну, публика принимала очень хорошо. А потом я это, между прочим, прочел и у Станиславского. У него горе от ума. Тоже публика на него валила, а критики в пух и прах. Я знаю очень много известных людей, очень известных, которые злослоили по поводу этого спектакля. Я не могу, до сих пор не могу понять, почему. Зависть. Душа здесь у меня каким-то горем сжатой. После такого обвала критики в прессе любой другой на месте Олега Меньшикова больше не решился бы на постановку спектакля. Но практически сразу после горя от ума Меньшиков ставит сначала спектакль «Кухня», а чуть позже «Игроков». У Эфроса я один раз прочитал, весело нужно репетировать. Вот это я уверен абсолютно. Потому что когда это вот с кислыми рожами или с умными лицами там, это все, это все весело. Не получается, отменяется репетиция. Идут все, покупают шампанское, я не знаю, что, идут в парк и так далее, так далее, гулять. Но только так, жизнь. Стыдись. Что ж ты за кусар-то после этого? Ну, натурально одно из двух, либо выиграешь, либо проиграешь. О, боже, я все смело! А я прииграю! Так, в этом ты и есть все дело! В риске ты и есть, главные добродетели! А я прииграю! Наверняка, пожалуй, всякий сможет! Наверняка, ты приказная строка отважится! И жид полезет на крепость! Высказаться имеет право любой. Любой, кто находится на репетиции, кто находится на сцене, в зале в это время. Любой. Потому что, ведь, знаете, совершенно непонятно, как приходит идея. Я вот помню, мы ехали, мы уехали репетировать игроков Гоголя в Крым, в горы. Вот всей компанией, которая должна была играть в спектакль. Ребята. И кто-то что-то, мы ехали в автобусе, и кто-то что-то там пошутил, на украинском языке что-то сказал. И вот вдруг, вот, а чего вот вдруг? А я поворачиваюсь, я говорю, Сухорукова, я говорю, Вить, ты за Мухрышкина сможешь на украинском языке сыграть? Он говорит, а что, смогу. Вы же зверя не забываете, что с нашей стороны это благодарность. Чего это я забываю? На чего я не забываю? Все это как годится, как без того, а мы там и каждому два тижня, и как бы на тебе месяц, за три у нас провалто взялось. Проследилось, значит. Гроши придут мне раньше, яхты жизнь за певтора, зараз прикази не копейки. Еще одним необычным решением Олега Меньшикова в спектакле «Игроки» стали две роли в исполнении одного актера. Он придумал даже такую штучку в программке, где я играю роль Глова, написано «Актер Виктор Сухоруков», а роль Замухрышкина «Роткев Вакурохус». То есть он перевернул наизнанку мое имя и фамилия. Самое главное в игроках и в утешительном, утешительном равно Меньшиков. Вот эта фееричность его. Вот он заводной, и он хитрый, умный, фееричный и утешительный. А Меньшиков такой. Нет, ничего! Так пыл-ка я люблю. Ничего, господа, уехал, черт его побери, тем лучше не для меня красы твоей блистанье. За время репетиций товарищество Олега Меньшикова стало одной семьей. И в этом, конечно, его заслуга. Чтобы разрядить обстановку, он стал арендовать футбольное поле. До сих пор актеры два раза в неделю играют в футбол, вне зависимости от погоды. Целый час они могут бегать под проливным дождем. Ханю! Нормально. Ну вот он всех заводит, понятно. Ну меня вот не это самое. Потому что мы ходили, когда с ним в баню, я входил и выходил тут же, он говорит, ну что, Капляч, дураковато тебе? Я говорю, дураковато. Дураковато. Какие-то словечки умеет тоже ввинтить. Я за эти годы многому у него учился. И я этого не скрываю. Вплоть до каких-то бытовых мелочей. Например, я однажды ему говорю, Олег, а вот что, как тебе кажется, что главное во внешнем облике человека? Я имел в виду одежду, конечно. Он не задумываясь мне сказал. Обувь. Закрытость Меншикова – это миф. Для близких ему людей он открыт всегда. Года два назад мы не могли с мужем 1 января открыть квартиру. Что-то там случилось. И я думаю, возвращаться туда, откуда мы приехали, мы были за городом. Глупо. Этого нет в Москве, того нет в Москве. Звоню Олегу. Либо давай нам денег, чтобы пойти в гостиницу, потому что мы не знали, что окажемся так. Либо мы приедем. Он говорит, давай и то, и то. Ну, то есть на него можно положиться в любой ситуации. В начале 2004 года Никита Михалков сделал Меншикову с ног сшибательное предложение. Речь шла не о роли в кино. Михалков предложил ему самому снять фильм «Статский советник». Нет. Я был готов. Я во Францию уехал. писал сценарий режиссерский. Раз уж Никита Сергеевич предлагает, что, ну, грех отказываться. Почему на каком-то этапе это сорвалось? Я для меня до сих пор загадкой. Позже Олегу Меншикову предложили снять в качестве режиссера телесериал «Золотой теленок». Он не захотел, но отказать себе в удовольствии сыграть роль Бендера не смог. По мне, так это лучший Бендер. Это какой-то человек настоящий, то есть живой. Сострадание какое-то есть и ирония. Кто? Сын великого незабвенного революционера лейтенанта Шмидта. Так вот. Товарищ сын товарища лейтенанта Шмидта. Вася. В одном из интервью Олег Меншиков признался, что он не столько переживает из-за критики или неудач, сколько от того, что в погоне за успехом он боится упустить самое главное в жизни – любовь. Но его тревога была напрасной. Демон. Демон. Вот я видела. Ой, демон. Мамочки, дорогая. Когда он там говорил, Тамара его спрашивала, он говорил, пойдем всем со мной. И Тамара говорит, а как же, наказание, муки ада. И когда он говорил, так что ж, ты будешь там со мной. Мне кажется, весь зал мог пойти, вот куда бы он сходил, вот я с вами. Они познакомились 14 февраля, в день Святого Валентина. Так, вы будущий муж? Я не будущий, но потенциальный. Угу. Любовь – это работа. Серьезнейшая и ответственнейшая, ежедневная. Любовь надо сохранять, за нее надо бороться. Не в смысле на начальном этапе, знаете, кто-то понравился. Нет. Тогда вот происходит влюбленность, такая первая, такая самая. Ха-ха-ха. А потом надо ее доказывать. В быту хороший он в быту, хороший, но гвоздь не забивает. Но он при том, при всем при этом, он может там, допустим, я приду, а он сделает ужин. Супруги практически не расстаются. Настя ездит с мужем на съемки. Какая ревность. Убью, убью, прям. Нет, конечно, я ревнивый человек, но я в то же время понимаю, что, ну, это профессия, я понимаю, что он интересный, ну, как бы, интересный человек. Настя призналась, что Олег часто напоминает ей Костика из Покровских ворот. Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. и не в лучшую сторону. Каким рассудительным я буду. Каким умеренным стан я. Очень много героев, которые, у которых вот есть черты Олега. Благородство, искренность, честность. Это моя женщина, которую я хочу благодарить. Мария. Он как бы по сути каких-то дворянских коровей. Он может играть благородных людей. Сейчас мало таких. Он мало снимается, и это как бы беда. Сегодня народный артист Олег Меньшиков всерьез настроен снять свое кино. Он все так же разборчив в сценариях и ролях, как раньше. Материал для своего моноспектакля он подбирал три года. В результате на свет появился 1900-й. И наконец рояль Дэйли Букман С. Коля Канцеливан 1900-й непревзойденный! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ